Раннее-раннее утро и всем большой-большой привет это музыкальный дом и это четвертый выпуск вчера никто не справился с испытаниями посмотрим что произойдет сегодня кстати напомню о том что 10 аранжировщиков уже приготовили свои треки для наших участников какие они как они звучат мы узнаем в пятом выпуске а что произойдет сегодня ну что осталось совсем чуть-чуть как холодно раннее утро пойдем к нашим участникам утро сегодня доброе или не очень Юленька расскажи мне пожалуйста кто сегодня победит ну а ты выглядишь слегка помятыми я надеюсь что к испытанию ты будешь готова будешь отлично ну что ты просыпайся и приводите себя в порядок кофе тебя уже ждет внизу девочки вы как вы еще спите неужели самое утро уже пора просыпаться для того чтобы быть готовым к испытаниям а вы еще дрыхните подъем подъем доброе утро как настроение голова не болит прекрасно боевое отлично ника вот я спросил твоей конкурентки главное основной что кто сегодня победит она мне сказала что это она и это Юлия Майер или все-таки ты кто побеждает сегодня я у нее и спросил кто сегодня победит она сказала что она это есть один и тот же человек Анна Николь еще просто явно не проснулась сегодня с утра Алиса как ты нормально почему у всех все нормально почему не отлично почему не я готова бороться и рвать и метать Вита явно не готов ну а приз-то уже почти готов он уже почти вот-вот ну а наша участница вот поправимся за Юлией дорогие участники как вы думаете зачем здесь лежит красный конверт да ладно здесь просто лежит вчерашнее воспитание актерское просто его положил на обороты людей тоже успокоились ну что есть у кого-то какие-то предположения кто приедет сегодня вчера вы угадали может быть сегодня к нам приедет композитор и научит нас подбирать рифму к разным словам определять темп песни потому что мне кажется это очень актуально на сегодня так как мы знаем что завтра у нас начнется главное испытание этого проекта может быть он к вам приедет может ты не приедет Максим я надеюсь да потому что хочется очень получить знание опыт какой-нибудь человек с очень сильными вокальными данными потому что человек который пишет песни он должен иметь петь поэтому было бы классно еще какой-нибудь вокальный же стекласс получить бюджет и а и 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 я чувствовала вот эту сексуальную просто энергию от женщины и аптолн боже мой жаль я не мужчине об сказала, вот возьми меня здесь и сразу. Я почувствовала все изгибы ее тела. Это было просто невозможно. Она произвела такое впечатление. Друзья, сегодня к вам в гости приехала чемпионка мира по современным танцам Дарина Кудлаева. Я абсолютно уверен, что у вас сегодня пройдет прекрасный мастер-класс. Помните, что ваша задача сегодня и тематика сегодняшнего дня выйти из зоны комфорта на все 100%. Я надеюсь, вы это сделаете. Никто не стесняется. Помните, Ваня Дор не зря пел «Не надо стесняться». Я отдаю вас в руки Дарины. Дарин, знаете, ваши вопросы? Будь пожестче. Этого им давно не хватало. Окей? Оставляю вас. Ну что, ребят, становитесь пошире, чтобы вам было хорошо. Сейчас мы с вами немножечко разогреемся, чтобы вы завтра могли встать с кровати. Делаем это все добросовестно, как получается. Пока за это время, пока вы разогреваете, я посмотрю, что из вас можно вытянуть. Делаем все реально качественно, на полную катушку. Пока как получается, но потом мы будем бомбить, творить и раскрепощаться. Окей? Давай, поехали. Греемся. Наслабдать тебя за мою шею. А если я сажусь, то в одну руку садимся. Дальше. Расслабили вперед. Расслабили впереди. Расслабили впереди. Расслабили вперед. Градим. Расслабили вперед. Расслабили. Длиннее вот функция. Задать. Сейчас. Замолимся. Отлично. Оба. Спрашивайте, я хочу, чтобы все сбросили. Сейчас. Да, еще вымотно. Шире. Кончается. Живо. Да. Живо. Отлично. Вторая нога. Чуть-чуть посидим. Тошку выворотом, колено посильнее тягиваем и разворачиваем на выворот. Сильно-сильно, вам надо прям пролезть. Да. Головой напишем страну, в которой мечтать будет лететь. Поехали. Большими буквами, чтобы весь потолок позовьился вашими странами. Чувствуете разницу, да? И вот так рука должна работать на сцене. Еще вторая. Стекает, как будто прям реально стекает. С меня стекал пот. Прям вот таким ручьем он стекал с меня. И я думал, что я просто умру. Я чувствую, завтра у меня проснусь, у меня будет все болеть, по крайней мере. Не просто нитки, не просто ваше индивидуальное занятие. Это то, как вы сейчас будете работать в команде, как вы будете пропускать друг друга, как вы сможете вместе сквозь нитки пройти и при этом себя еще показать. Да? То есть вы должны очень красиво, очень интересно каждый выделяясь пройти, но так, чтобы я видела, что нет выра, что один прошел, остальные все отжились. Чтобы максимально это все гармонично шло, уважая друг друга, пропуская друг друга. И очень интересно. То есть вся нитка, представляете, взяли клубок и все-все-все в нитке, да? И мы должны очень-очень красиво это все пройти. Так, я буду первая, а вы давай. Поехали. Давай. Да, все в нитках, мягенько-мягенько, да. Я чувствовал себя более увереннее, потому что я был перед всеми потели, мы тренировались, первый раз потом я пошел лучше, чем на моих обычных тренировках в фитнес-залах. Да, давай. Больше выгибаетесь. У вас нет костей, помните? Хорошо. Я не знаю, кто. Всем была необходима такая именно физическая разрядка, и мы с ней это получили. Абсолютно, мне кажется, все справились с заданием, все были в восторге от нее. И пошевелиться за эти четыре дня, это то, что надо было. Субтитры сделал Dimao. Субтитры сделал Dimao. Вся комната в шипах, конкретно в шипах, и вы все равно в любом случае где-то не касаетесь, не получится так, что вы проходите, не касаетесь, но все равно, и вот это касание, я хочу, чтобы были вибрации в вашем теле, да, вся комната натыкана снизу, сверху, да, и резкость, сейчас вы были плавные, максимальный контраст, очень резко, да, вот, все, шипы, сверху. Поехали. Сложно. Молодцы, еще орящие. Шипы, шипы, они очень, они все бьют в бедро, везде, молодцы. Так. Еще, еще, они, они сильнее, сильнее шипы, бьют вас, сильнее бьют, еще, прям, во всем, везде. Так, сильнее, сильнее. Что-то вам совсем не больно, ну-ка, скажи, чтобы было больно. Ху-ха я танцевала, не пластичная я. Больно, вот, вот. Да, сильнее, сильнее шипы, бьют, еще сильнее, бьют. А, печь душу, бьют. Сильно работают лопатки, плюс все действие, сосудистой системы, здоровые, да, поехали. И, хоп, хоп, есть? Два, раз, два, направо, налево. Еще раз отпустили, ножки все время медленные. Отлично, еще раз соединяем, крестик. Раз, выпустите, два, три, четыре. И, хлоп, хлоп, дын, дын, хоп. Страхной. У меня заплохое движение, поскольку ты со мной уже знаком, у меня заплохое слово, отжимаемся, поехали. Раз, считаем вместе, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, семь, восемь, девять, десять. Улично, молодец. Да, дай пять, отлично. Там очень хорошо работает. Разговариваем красиво, понятно, да? Отлично, хорошо, соединяем. И, хоп, бам, 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 бам. Отлично, вес. Зажир. Крутьюлечка, точка, пять. Раз, два, крутьюлечка, точка. Наверк, наверк, плечо, 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 выпустили. Две волнушечки. И поэтому важно, ну важно, что вы даете. Это вся энергия через движение, через все внутренние мышцы, она должна проходить, выходить. Вы те, кто поменяете этот мир, понятно? Да. Ясно? Волнушечки две, направо, налево, и зажарить кулачок. Да, только это еще не все, потому что не расслабляемся. Кулачок. И раз, два, три, четыре. Сейчас встаем, ручка вот сюда, и два бедра. Раз, два. Очень резко, очень четко. Выпускаете, типа, видел, как я могу? Да, отлично, есть, молодец. Мне было все равно. Помню я эту связку, не помню. Ну, сделаю я правильно. Это было так круто, так хотелось двигаться, так хотелось танцевать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Вау, какая жара. Слушайте, как в бане, реально, как в сауна. Как мастер-класс. Вы же понимаете, что мы не можем просто так вас отпустить, и Дарину тоже не можно. Как говорят у нас в Латвии. У меня к вам большая просьба. Вы танцуете заученный танец перед нами, и Дарина выбирает одного победителя, который получит специальный приз от ее студии Декаденс Театр. Скажи мне, пожалуйста, что это за приз? Это бесплатный урок, обучение, и сувенировочек поздно. Друзья, я считаю, что стоит постараться. Я считаю то, что я двигалась немножко как бревно, но это было исключительно потому, что я не запомнила связку. Я признаюсь честно, я вами сегодня безумно горжусь. Вы большие молодцы, вы меня очень удивили, и я уверен, что Дарину тоже. Да, очень. Дарина, покажи мне, пожалуйста, на участника, который получит вот этот заветный, прекрасный пакетик. Смотрите, там, слово для всего, и главное, обучающий урок. А можно я потом тоже вот это себе получу как-нибудь? Отлично. Отлично. Ну что? Будешь танцевать. Я согласен. С тобой я согласен на все. Итак, кто же станет тем самым победителем сегодняшнего первого испытания за день? Ну смотрите, что я хочу вам сказать. Вообще пожелать вам, чтобы вы продолжали обязательно развивать не только свой голос, а актерское мастерство, но и тело. Как вы поняли, это очень важно для вас. Если вам было сегодня хорошо, пожалуйста, возьмите хоть какие-то движения, будь просто морально счастлива. Потому что многие вещи, которые мы сегодня брали, это мои личные авторские доработки, если вы будете их использовать. Мне просто будет светло от этого. И для вас на сцене вы все это покажете, потому что, ну важно, отдавайте все свое внутри состояние зрителю, и от этого сами кайфуйте. И кто бы сегодня не выиграл, для меня вы все, мне кажется, продвинулись на шаг вперед, потому что какие вы пришли сначала, и как вы сейчас можете и ножками макать, и плечи, и шипы, и все это было действительно для вас, для вашего тела, мне кажется, очень раскрепощенно. Для меня это очень важно. Я хочу, чтобы вы все это забрали сегодня с собой и обязательно тренировали свое тело. Обещайте, что кто бы сегодня не выиграл, вы обязательно будете тренировать свое тело, чтобы просто быть лучшей версией себя, как как бы это говорится. Я всегда говорю, тот, кто сегодня выиграет, он не останавливается, он работает в два раза круче, кто сегодня не выиграет, работает в 15 раз круче, чтобы быть тем самым лучшим, чтобы вообще в жизни вы всегда были самым лучшим. Так, сегодня этот тренировок... Первый раз за все четыре дня проекта победителя какого-то испытания реально похвалили и поздравили другие участники, потому что когда я выиграла мастер-класс по танцам, ко мне реально подошла большая половина всех нас и сказали, ты реально молодец, поздравляем. И это было настолько классно, потому что, естественно, первые дни каких-то побед это было... Ой, опять она. Юля, она 100% должна была выиграть, потому что она была самой изящной в этом задании и было видно, как у нее горели к этому глаза. И краем глаза видела ее, особенно вот эти вот волны, у нее очень хорошо получались. И было видно то, что она занималась, то есть так вот сходу, мне кажется, ни один человек бы не смог это станцевать. Было их фирменное полотенчика, была их фирменная расчесочка, всякие приятные женские штучки. Ну и, конечно же, главный приз — это урок от Дарины, который я уже с нетерпением жду, чтобы им воспользоваться. Наш приз сегодня получает Юлия Майер. Юлию, я тебя поздравляю, ты вернула себе только что лидерство в проекте. Ну что, аплодисменты Юли. И могу вам сказать одно, мы провожаем Дарину, но, я уже говорю рифмами, у вас есть ровно полчаса, чтобы восстановить себя в рабочий вид, и мы встречаемся на следующем мастер-классе, на следующем испытании. Аплодисменты Дарине. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 последнего выпуска. Ну что, пришло время вашего еще одного мастер-класса. И мне кажется, что вы должны сегодня и за сегодняшний день узнать все, чтобы выйти из своей вот этой зоны комфорта и, наконец, стать полноправными артистами и дышать полной грудью. Для того, чтобы это сделать, вам нужен опыт, который мы, собственно, вам и подготовили. Если вы готовы, то спустя небольшую паузу я назову вам имя. Готовы? Да! Давайте барабанная... Дана Соколова! Привет! Все предполагали, но не до конца поверили, когда она уже сидела перед нами. Мы все такие... О-фи-геть! Вау! Это просто вау! Такая миниатюрная, маленькая. Я поняла, что по сравнению с ней выгляжешь просто как полицейский какой-то. Я признаюсь себе честно, пока они сидели в спальнях и ждали своего выходного лоба, они уже пели песню. Видимо, твои флюиды дошли до их голов. Рады? Ждали? Хотели? Получите! Оставляем! Ну что, всем привет. Я сегодня здесь, чтобы, наверное, сказать такую довольно-таки пафосную, с одной стороны, фразу, но очень жизненную, что в какой-то момент к человеку должна прийти основная цель, основная мечта, и он должен понять, что он не может ее предать. И я не буду рассказывать вам о себе. Я думаю, что примерно в двух словах вы знаете, кто я и что я. Я хочу поговорить о вас. Реально, она была единственным человеком из мастер-классов всех, которые у нас были на проект, которая реально с интересом узнавала о том, что у нас здесь происходит. И узнать, что привело вас вот к этой мысли, что вы хотите быть артистом. Когда вот начались все эти разговоры, я очень, я вдохновился, у меня появилась какая-то мотивация, я просто смотрю и думаю, да, вот ты реально классная. Когда ты обладаешь каким-то талантом, даром, да, это, понятно, такой божий подарок, и это все в разы тебе, грубо говоря, упрощает этот путь. Но профессия артиста – это про работу с публикой непосредственно, вот, как раз таки, да, коммуникативную. То есть ты в первую очередь выходишь рассказать что-то, поделиться чем-то. У любой песни есть миссия, к сожалению. Сегодня, ну, все меньше, все меньше и меньше появляется таких прям серьезных, да, композиций. Ну, вот главное не забывать, что вот все через сердце, все через душу. Если в этом нет души, ну, это не будет работать. Вот это все как раз таки про одно. То есть вот просто отключиться и попробовать поймать настолько мощный вот этот поток. Ты сначала просто смотришь, что за процесс происходит в твоем организме, когда ты вот поймал вот этот джен. Поэтому завтра я предлагаю каждому вот под таким куполом, как маленькие такие феечки. Мальчики особенно. Маленькие феечки. Очаровательно. Это же все важно, это же все в деталях. Маленькие моменты все из них складывать. Все, поставили кружечку, поставили там что-то вкусненькое, какую-то конфетку съедешь, шоколадку. И все, и уже голова, голова, голова варит, котелок. И все, я думаю, что завтра, завтра нас всех ждет великий день. Оно нереально. Ты смотришь на нее в клипах и где-то еще, и как будто бы не чувствуешь этого. Но вот она пришла к нам, как будто со своей планеты спустилась. Она зарядила таким вдохновением, такой энергией. И вам это даже вот про психологию и про отношения между людьми. То есть вы каждый должны завтра подумать не только о себе и своей песне, но еще и о своей коллеге. И понять, что у этого человека ровно такая же ситуация, как и у тебя. И ты должен, ты просто обязан это уважать и понимать, как никто. Вы сказали, что вас очень бомбит, что нельзя слушать несерьезную музыку. Ну, это я сразу вот скажу, что это моя индивидуальная ситуация. То есть я ее никому. Просто это, потому что все зафиксируйте. Никому я ничего не навязываю. Да, это чисто мое. То есть я просто так считаю. Я просто хотела узнать, ну, как у профессионала, да, и как у человека, который сам пишет песни, обладает, ну, бесспорно, очень крутым голосом. Считаете ли вы, что человек, который, может быть, не имеет каких-то сумасшедших вокальных данных, который, возможно, даже не пишет сам, все равно может что-то нести, кроме развлекательного контента, на сцене и все равно умеет делиться энергией. 100%. Очень много таких, очень много таких талантливых проектов и вообще людей, да, которым как раз-таки и в свое время, там, много лет назад, да, и сегодня, в принципе, есть что сказать. Мы объективно понимаем, что не то, что нет голоса, да, или там что-то, а просто, ну, человек вот не про какие-то вот технические, да, сложности, скажем так, в звуке. То есть он просто про другое. Опять же, у всех же все по-разному. То есть кто-то приходит конкретно в песнях говорить. Ну, опять же, вот здесь, кстати, можно про рэп вернуться. Вот, да, то есть рэп, это же тоже, ну, огромная культура, и там очень много людей, очень много крутых реально артистов. У меня очень много друзей, которые действительно выходят на сцену, именно вот разговаривают. Это настолько глубокий и какой-то космический человек, что она наполнила этим космосом каждого из нас. И реально после ее мастер-класса я вышла абсолютно каким-то одухотворенным человеком. Что все-таки делать артисту, который за смысл, за вот этот груз, как донести, потому что, понятно, все найдут своего слушателя, но все-таки не будем скрывать, что кушать хочется всем и всегда. И что все-таки делать, чтобы возможно... Чтобы не прогнуться. Да, не прогнуться, не сломаться. Ну, кто-то, кто-то на этот соблазн ведется, и я тебе скажу, потом совсем не жалеет об этом, как раз-таки выбирая, да, вот, ну, другую просто сторону этой медали. То есть кому-то вот прям просто важно, вот, знаешь, есть такие люди, которым вот, вот им будет плевать на все. Им важно, чтобы вот они вот до гроба донесли и в гроб легли со своей вот этой вот целью, да, и то, что они вот всю жизнь потратили на то, чтобы вот людям доказать. Ну, то есть, понимаешь, нельзя вот тормозить естественные, что называется, процессы. Также мы же так не живем, там, например, ты же не будешь себя мучить, когда ты хочешь пить, у тебя жажда, и ты вот принципиально не будешь пить. Мы все ученики, мы здесь для того, чтобы вот свою жизнь, да, прожить максимально продуктивно для каждого из нас индивидуально. То есть ты должен просто каждый день понимать, что ты учишься каждый день, и тебя специально погружают в такие ситуации, да, в которых ты должен вот просто понимать, что, как тебе действует. Это просто, ну, последний герой, я не знаю. У меня есть вопрос. Мы сегодня утром, но вы говорили о рифмах. А как вы подбираете рифмы? Только не говорите рифмы онлайн. Да, слишком популярный ответ. Ну, спросите, не хватит, нету, я расстроюсь. Я, ну, я знаю этот момент, это чисто рейтерский, мне кажется, момент, что нельзя рифмовать на глаголы, да, и вот эта вот история, что это такое немножко это. И я всегда стараюсь, поэтому подбирать рифмы сложные, и, ну, я выписываю, я пишу, я старовер, я пишу все на бумаге, и я прям пишу, и просто вот столбик, ну, вот шестереночки начинают крутиться, я вспоминаю, что там, какие слова, все выписываю, да. Я очень чувствую всегда людей, и мне понравилось, что как только я зашла, как-то было все настолько благоприятно и тепло, прям энергетически так очень, очень меня это все зарядило с самого начала, и, конечно, поэтому получился достаточно крутой, такой плодовитый диалог. Когда она вообще зашла, начала говорить, девчонки мне сказали, вид, ну, мы думали, что вот зашел твой кумир, ты будешь сейчас у нее спрашивать какие-то вопросы. А я просто, я просто оцепенела, я просто на нее смотрела щенячими вот этими вот глазами, не веря вообще, что она сидит вот-вот перед нами. Поэтому, да, у меня не было никаких вопросов, я только думала, ну, пожалуйста, не уходи, не уходи. Не уходи, постой, вонатка. Я тебя очень прошу, не уходи. Друзья, нет, да, как? Слушай, я в восторге. Такая душевная беседа, такие классные ребята. Какой вопрос тебе больше всего понравился и заинтриговал? Или удивил? Я всегда люблю все вопросы, которые касаются, ты знаешь, вот духовности, да, души и вот то, что есть две категории, да, на которые делится музыка сегодня. И, конечно, эти вопросы не могут не попасть в мое сердце. И, конечно, мне круто, что мы затронули такую серьезную энергетическую тему, мантры, вот эту все такую, да, волшебную историю. Я надеюсь, что, друзья, вы все это себя впитаете, для того, чтобы завтра все это отдать в вашу уже готовую аранжировку, написанную исключительно для вас. Дана, большое тебе спасибо, что ты приехала к нам. Спасибо. Друзья, ваши аплодисменты. Как человек, она очень открытая, рассказала нам о разных фишках, как нам помочь завтра написать песню, и меня это очень вдохновило, и теперь я чувствую себя более-менее спокойнее, что у меня все получится. Самый продуктивный был мастер-класс, потому что мы получили ответы именно насчет завтрашнего дня, как действительно нам справиться с задачей, как настроиться, как вообще писать песни, и она прям ответила на все. Я желаю всем вам огромного успеха в достижении. Это, конечно, банальные пожелания, но как ни крути, все равно нужно желать удачи, и нужно, чтобы она действительно с человеком пребывала, нужно, чтобы вы очень сильно верили в свою победу, не только в каком-то конкурсе вообще, в свою победу по жизни, и вот политика победителя — это верный выбор. Исчезаешь мне назло, затянулась, зажило, политика КНЛО, НМО, НМО, наше время исчекло, зим пока не занесло, политика КНЛО, эй! Вообще, эту идею предложила Оля, я об этом даже не задумалась, я просто вот стояла в каком-то, в какой-то просраться. И да, Оля потом подходит, Вит, Вит, ну давай ты споешь с ней, я, а что, да, давай, она меня просто вот потащила за руку. А когда она в конце спела с Витой, это вот прям было нереально. Нас кто-то позвал, мы поднимаемся наверх, и там, да, она такая, типа, а что вы все ушли? Пошли, типа, посидим, попоем. Это было очень мило. Она такая простая, то есть не было такого ощущения, что диалог ведется между звездой и вот какими-то участниками проекта, которые сейчас звездами не стали. Только не сейчас, сейчас. Честно, так берет на эмоцию, что давно вы здесь с нами. Я обожаю Индиго, я вам скажу, что я обожаю Индиго. А ты сыграешь Индиго? Я не живу всегда в коробе. Я работаю. Вы в шаге от того, чтобы написать свою авторскую композицию на аранжировку, которая предназначается каждому из вас. И каждая аранжировка отличается стилем, битом и темпом. Я хочу вам дать сегодня задание, чтобы прокачать вас на завтра. Включите, пожалуйста, трек. Ваши мысли, кому предназначается эта минусовка? Звучит, как будто бы она немножко рэп. Может быть, это кому-то испанит. Мерная мысль, да, но я подумала, что можно ее и лирично сделать. Не под себя? Мне показалось, что это такая романтичная, кому-то из наших нежных девочек. Мне показалось, что она как будто бы близка мне, но это не точно. Просто мое такое ощущение. Вы все где-то были правы, потому что эта аранжировка предназначается вам всем. Объясню. Сегодня и сейчас вы почувствуете командный дух. И прямо сейчас у вас есть возможность проявить себя как лидера и помочь человеку, у которого, возможно, лидерские качества не такие активные, как у вас. Поддержка – это то, что вам сейчас необходимо. Но и не забывайте о том, что вы творческая единица. Вам нужно показать себя с лучшей стороны. Хотите узнать, кто в какой команде? Да. Команда номер один. Анна Ратнер, Вита, Вероника, Арчи и Оля. Команда номер два. Алиса, Юля, Макс, Лена и Анна Николь. Как вам такой состав? В принципе, была довольна. Юля, Алиса, в принципе, с кем мы в основном взаимодействовали. Ну, и Лена с Максом это, наверное, было ожидаемо, что меня с ними поставят в одну команду. У меня была такая жуткая радость, потому что это именно те люди, с которыми я максимально сдружилась или хотела сдружиться за время проекта, и мне было очень приятно работать с ними. Интересно. Ни у кого нет претензий? Никто не хочет поменяться местами? Прекрасно. Ваша задача – написать текст и мелодию на уже готовую аранжировку. Это то, чем вы будете заниматься завтра. Вы можете выбрать сами, кто в вашей команде будет. композитор, кто в вашей команде – певец, кто в вашей команде – соавтор, а кто в вашей команде будет просто наблюдатель. Вы можете представить готовую песню как соло, то есть у вас один певец в команде, или вы можете представить эту пинусовку и вашу работу как дуэт, то есть в вашей команде будет два певца. Максимум исполнителей только два. Кто из вас станет певцом, кто из вас станет композитором, вы решаете сами командной работой. Я лично выберу лучший трек и вручу за это приз. Пожалуйста, покажите себя лидером, но и не забывайте о поддержке. Если вы готовы, я даю вам ровно один час на то, чтобы написать песню абсолютно целиком. Два куплета, плойигрыш и как минимум четыре припева. Ну, с припевами легко, вы написали его один, и он просто повторяется. Пожалуйста, проявите сострадание друг к другу, если кто-то не сможет выполнить работу. Время начинается прямо сейчас. Так, значит, кто? Пройдемте? Да. Я с тобой. Давайте послушаем. Да. Спокойно. Давайте послушаем. Две или закрыть, пожалуйста. Вы, Глент, уже не знаете. Лена, ухайки. Мы не с вами. Я не могу носить все блокно. Какая разница? У вас же там дофига блокнота. Ну, мне ручка тоже нужна. А зачем тебе ручка? Ты думала... А, все, ладно, я нашла. Давай. Начинается еще ручка. Давай. Давай, Сира. Я сразу предлагаю вот это вступление пропустить. Нет. Это именно вступление. Это вступление. Тихо, давай мы послушаем, пожалуйста. Ты, 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 ты. Ты прокачай меня, допустим. Две пятьдесят три. А я другое вижу, я вижу. Ты прокачай меня че-то всей своей болью. Да-да-да-да-да. Ты все прокачай меня, я смотрю всю болью. Да-да, типа... Так скажем, первым человеком, который задал нужное настроение, была Алиса, и у нее это так классно получалось, она сказала, дайте мне две минуты, я напишу строчки, и она бах, и уже нам создала половину первого куплета. Как припев, да, начало может быть как припев, либо мы его пропускаем и делаем как бы вступление. Ну там, ну не знаю, я вижу, допустим, здесь вот эти отголоски каких-то фраз, а вот и в середине идет двойной припев. Если это может быть как за два, тогда в принципе можно работать с этой. А значит, чуть-чуть перемотать, чтобы как будто еще раз припев. Типа не сначала, а чуть-чуть. Может, извините, что перебем, можно еще так попробовать. Сейчас она запишет куплет и припев споет, и просто мы еще раз намотаем, будем слушать, и тогда дальше дополним. Каждый день, что мы с тобой рядом, каждый день, что я без тебя, мне же знаешь много не надо, я уже твоя. У меня вопрос, ребят. Ой, ну. У мелодии, а так и есть вот это что? Да, я на одной этаже. У меня было довольно-таки много, у меня что-то было... Она просто так монотонная. Единственное, вот теперь видите, о чем я говорю. Я уже считаю, что может быть как всегда, ну фразы эти, может быть как всегда. Все работали. Все. Сначала у нас было такое состояние, как, а как что делать, а потом постепенно мы друг к другу прислушивались, кто что лучше записывает, где-то что-то было предложение. Больше всего поработала, конечно же, Алиса. У всех было разное мнение, кто-то один говорил одну строчку, кто-то говорил вторую, и был такой как бы балаган, ничего не разобрать, у всех разные мнения. Мы просто друг друга перебиваем, меня уже все бесит, поэтому я думаю, что... Блин, у нас есть... Хорошо, тихо, давай, с паники, у нас есть первая строчка. Тебе столько гордостей... Хорошо, мы хотим перевести полсмелости. Все, я там в конце, и нам уже просто... Думаешь, это все? Тебе столько гордостей... Подойди ко мне... Да? Гордостей не к чему, значит, следующее должно быть... Не, в том-то и дело, что мы можем, типа, именно... Не вот эти... Но... Опять, опять, но... Ну, не только не но. Ванильная, но... Что случится? Ну, она, в общем, ванильная минусовка, я ее не представляю в каком-то другом ключе. Возможно, они ее по-другому услышали, но это очень классно. Но не все одному. Во-первых, у меня была очень хорошая команда. Все ребята прислушивались друг к другу. И, ну, максимальный вклад внесли все мы. И я просто вот задумалась то, что у нас реально никто не выделился. То есть, Арчи дал идею, Оля дала мелодию, мы с Аней и Витой думали над словами. Все стали добрее. И? И... И что? И что? И по-английски. Пролетая по магистрали... А... А... Сейчас... Алиса, только напиши второй кусочек, пожалуйста. Да, я туда еще. На 100 поставив... На 100 поставив весь мир... Не было вообще никаких вопросов и проблем, я даже в этом не участвовала. То есть, у нас изначально была идея, что, возможно, нужно это оформить как дуэт. Мы хотели, чтобы пела я и Максим. Но потом как-то у нас пошел текст, и мы поняли, что это чисто девичья история. И почему-то я до сих слова не говорила. Все участники моей команды приняли единогласное решение. Будет 5 июля. Я не спорила, я была рада исполнить эту песню, потому что она действительно получилась очень классная. Тихо. Справимся, Бетры. Справимся. Монахи. И придут, Боже, все монахи. И придут нам монахи. И придут нам монахи. И придут нам монахи. И придут нам монахи. Я спустила, я приезжала. И мы станем добрее. Так, ребята, ну все соберитесь, я вас очень прошу. Справимся. Может, лучше додумаем дальше? Я послушаю, да, да, да. Ну что бы я ждала тебя. Ребята, у нас было 20 минут. Угу. У нас еще 2 припева. У нас реально еще пока нечувствие, да. И нам еще припев, господи. Может, мы попробуем 20? Давай, давай, давай. Давай, давай. Ладно, ребята, нам уже второй куплет на самом деле, поэтому... Это как? В принципе, это у нас второй уже. Это первый. 10 минут осталось. Десять минут осталось. В смысле? В принципе. В прямом 10 минут. В принципе, 10 минут осталось. Вот, Детя Песня что? Монахи. Придите бы, в норму, а? Остальное придумают монахи. У нас нет просто времени, а ты это споёшь красиво и всё будет чим. А текст когда выучит у меня вопрос, а лист на твой выход? Сейчас, у меня вот типа две. Давай что есть, быстренько, быстренько, время очень мало. На твоих губах привкус кофе, на моих клубничный бальзам и вот теперь второе. Как ты пишешь! Потом второе. Алиса, она молодец. Она прям с таким вдохновением подошла, вот прям было видно, что ей так понравилась аранжировка. Она накидывала идеи, и благодаря тому, что она накидывала идеи, идеи появлялись даже у меня в голове. Страхи. Не сожжай. Давай, может быть, сейчас заменим страхи. Слово есть? От себя. Инфекции плохо, страхи, страхи. Потуши свою гордость. Открой свое сердце! Открой свое сердце. Потуши свою гордость. Открой свое сердце…. И открой свое сердце. МСА Артун, как скажешь. Я даю эту возможность Ане, потому что Аня сказала, что хочет, ну, скажем так, она может посоревноваться по вокалу. Пожалуйста. Спасибо. Ты сможешь? Ты веришь в меня. Я верю в тебя. Спасибо тебе большое. Я вот только что об этом подумал, что, ну, грубо говоря, ты справишься с ними. Все, скажем так, довольно-таки сложные, да, личности, но что вот хочу отметить, мы все-таки, мы скоперировались и мы все вместе ее писали. Это не было, что один выдает фразу, еще один выдает фразу, мы просто все, что вот у нас было внутри, мы это все написали на бумаге и начали составлять эту песню. Я тоже могу выйти, как бы нам с Артуром будет проще тандем это создать. Ну, я не влился в сам вайб среди девчонок и я здесь очень мало помогал. По-моему, одну-две строчки я точно посоветовал. Я бы вышла, но просто если, ну, более Аня выйдет, то... А почему ты не хочешь? Я не могу сказать, что у меня пошел прогресс именно в написании текста, да, но для меня приятно для себя такое узнать, что я все-таки как-то слышу музыку и мелодия ко мне каким-то образом приходит. Ну, вот как работать в команде, сегодня был просто потрясающий опыт. Действительно, у нас были подключены все, каждый внес свою лепту, но как я завтра справлюсь одна, пока мне неизвестно. Наши команды уже готовы и первая, кто выходит на наш музыкальный ринг, это команда во главе с Юлией Майер, потому что, как я понимаю, ты и есть певица. В этой команде. Хорошо? Каждый день, что мы с тобой рядом, каждый день, что я без тебя. Ты же знаешь, много не надо, я уже твоя. Среди старых улиц и знаний, среди местных вид без слива, мы нашли, что долго искали нежность среди зла. Ты знаешь, сколько я ждала тебя, искала в трех полной тишине, считала, что все это было зря, подойди ко мне. Ты знаешь, сколько я ждала тебя, искала в трех полной тишине, считала, что все это было зря, подойди ко мне. Говорить? Я начну с прям таких, от вау до не очень. Припев огонь. Я бы из-за припева захотел бы скачать себе эту песню. Припев максимально цепляет, я уже сидел на второе ты и я рядом. Очень крутой припев, мне безумно понравилось. А предприпев. Еще больше огонь. Он меня цепанул вашей формулировкой, то, как вы уходили на и верх, и низы, и он такой дроп хороший, внезапный. Ты не ожидаешь, что он будет там именно таким. И он очень круто подготавливает слушателя перед припевом. Такой, знаешь, как маленький балласт дает, и потом пул, и наверх, и припев бомбит. В принципе, я не могу сказать вообще ничего плохого. Мне безумно понравилось. Молодца. Когда, конечно, Юля пела нашу совместную песню, это было еще больше. Еще больше наслаждения, потому что ты понимал, что поют не просто строчки кого-то, а им не твои. Куда? Кому? Следующий. Давайте, певцы. Пауза, пауза, пауза. Окей. Юля! Десять тысяч. Начинай, десять тысяч. Ты что это делала? Только мы молодцы, а не я молодец. Да, мы круто. Круткино написали. Мы всем вместе. Десять тысяч. А там же каждый. Мы там. И в этом рамках с вами как-то, и в этом. Вот так, что будет те. Ну, что у нас? У нас пять. У нас будет мишерный. У нас будет мишерный. У нас будет. Потому что мы можем не сестручить. Я. Мы сестручить. Я. Наша вторая команда уже готова. И для меня это лично очень неожиданный дуэт. Команда во главе с Витой и Арчи. У тебя внутри страхи, но ты справишься с ними. Ты открой свое сердце, потуши свою гордость. Команда во главе с Витой и Арчи. Мы вспомнили весь наш, скажем так, вчерашний конфликт. И все-таки хотели как-то, скажем так, затронуть его в песне, извиниться и в песне. И просто сказать, что вот мы сегодня, мы все изменились по отношению друг к другу. У меня просто в один момент, я так по щелчку пальцев понимаю, что давайте напишем об этом. И Алекс оценил, в принципе, саму затею, идею и посыл данной песни. И я понимаю, что тут я точно сработал на все сто. Я не поняла сначала посыла, но мне понравилось. Мне понравилось, действительно, это было просто другое. У нас было немножко более танцевальное, что-то веселое. А у них такое лиричное, спокойное, глубокое, как говорила Дана. Я думаю, что так как там была Вита, и она такая вообще очень глубокая девушка, они вдохновились вот этой вот глубиной текста. И мне кажется, они тоже проделали достойную работу. Мне очень нравится история, это супер. Перейдем к техничной стороне песни. Я не знаю, как остальным. Мне было конкретно слышно, что что-то там было. Обисимая ситуация. Да, мы очень много, скажем так, времени действительно, скажем так, потратили на текст, чем на саму репетицию. У нас это в голове где-то вот, это мелодия, все-все-все. Мы пытались подобрать правильные слова. Да, да. Слова вы подобрали сто процентов правильные, но... Не хватило времени. Что? Не хватило времени на репетицию, в концовку даже песни. Мы как бы очень пропустили много. Жаль, очень. Это была импровизация. Припев. Огонь. Мне безумно понравился припев. Это вообще сто процентов. Я, признаюсь честно, я вообще не помню уже куплеты. Слово вообще. Да. Но однозначно, если взять и доделать трек, это было бы очень-очень хорошо. Вот прям супер. Припев, вот реально, еще раз, припев огонь. И посыл огонь. Спасибо вам большое. Спасибо. Начнем с команды Виты и Арчи. Я не называю так всю команду, я имею в виду тех, кто исполнял. У меня вопрос, кто был автором текста? А можно передать слово Оля? Оля, конечно. Ну, в принципе, я очень мало участвовала в тексте. По сути, я самая вся команда придумала. Каждый внес свою лепту. Никто не остался, что слово туда не внес. Каждый, я по словам меньше всего. Ну, ребята отработали очень хорошо. Хорошо. Так кто больше, ну, скажем так, хотя бы чуть больше, может быть, придумал вот финальный текст или подправил финальный текст? Все. Хорошо. Что касается мелодии? Оля. Оля. Хорошо. Возвращаясь к команде Юли, да, певица Юля, поэтому команда Юлина. В данном случае в названии хотя бы. Кто у вас заотвечал за текст? У нас у всех 20% каждого, реально, у нас как будто бы одинаковое количество слов внес каждый из нас, и это было очень круто. Хорошо. А что касается мелодии? Юлия. Да, Юля. Да. Юля. Да. Хорошо. Вся песня? Ну, как будто там еще были идеи Алисы, ну, и мы просто, да. Хорошо. Вы специально говорите, что у вас по 20%, чтобы кого-то не выделять, или все-таки... Да, Максим? Ну, здесь я отвечу, что здесь по большей части справились девчонки. То есть все-таки некая, некая, некая. Меньше всего времени уделял Макс. Ему сложно. Лена пыталась. Возможно, у нее не получалось так, как ей хотелось бы, но она хотя бы пыталась. И она не боялась ничего сказать. И ее строчки тоже присутствуют, несмотря на то, что и строчка Макса тоже присутствует в песне. Я считаю, что это не так. Я не поймал этот вайп, всю эту концентрацию. И считаю, что по большей части они. Я выражал свою большую часть мнений. Там, может быть, одна-две строчки были. Но я считаю, что это полностью ихняя, вся работа ихняя. У вас четко наметился перец, или вы сразу? Сразу. А в вашей команде? Нет, по ходу дела. Было ясно, что будет Арчи. Как мужчина тоже сразу знает, что будет Речитатив, Рэпчик. Это будет его партия. Девочкам мы думали. Хорошо. Давайте перейдем к части, где называется имя победителя. Для меня сегодня однозначно финальным продуктом звучит песня команды Падипела Юля. Наши команды песня, она была более love-love. А там они написали песню, другая команда. Там тема была связана с тем днем, когда мы все поплакали, как мы все друг друга какие-то пакости говорили. Тоже, как и с моей стороны, на что я беру ответственность. И считаю, что это равная победа. Мне понравилась и наша песня, и песня участников. Все мы постарались, все мы большие молодцы. Мы работали как один большой коллектив. И я считаю, что их победа тоже заслуженная. Теперь вторая часть задания. Когда я вам сказал о том, что будет приз, все было немножечко сложнее, чем казалось с самого начала. У меня большая задача к вам прямо сейчас. Назвать мне имя лидера в вашей команде. И только тогда я перейду к части приза. Вы можете посоветоваться и назвать мне имя одного человека, кто все-таки, как оказалось, не все по 20, сделал большую часть работы. Или вы сойдетесь на мнение, что все-таки, ну вот этот человек, да, вот это имя. Вам нужно время или вы можете... Хорошо? Спасибо. Извините. Потому что все-таки она... Мы пишем строчку. Да, 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 да. Мы решили. Мы готовы. Итак, мне бы хотелось слышать имя человека. Кто сделал больше всего? Или кто, по вашему мнению, является лидером вашей команды? Больше всего однозначно в плане текста и в плане идеи, с чего, собственно, и начался наш поток слов, сделала Алиса. И это очень заслуженно, очень честно. И она очень крутая. Она очень круто пишет песни. Спасибо большое. И она наконец-то заслужила. И мне кажется, она реально этого достойна. Мне было так безумно приятно, то, что они так искренне порадовались за меня. Они, ну, заметили то, что мне так нравилась эта песня, то, что она мне подходит. И вот реально, по сути, пожертвовали своей победой ради меня. И мне было безумно приятно, правда. Я даже пустила слезу. Приз за сегодняшний конкурс. Эта песня достается тебе. А вот так хотела. Ну что, у нас получается так, что одна из участниц с проекта выйдет уже с двумя композициями. Я считаю, что это победа. Но не все раз поздравляю команду победителей. Ты так хотела. Ты так хотела. Слушай, я предлагала. Это было не очень. Я понимаю, что... Это было не очень по тему мне или по моему любви? Да. Это просто не звучало. Я просто понимаю, что я завтра. Не плачь. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Но не плачь. Но не плачь. Но не плачь. Все ты завтра напишешь. Это специально был тест, чтобы ты поняла, где да, где нет. Нет, все-таки у вас завтра будет шесть часов. Здесь был один. Но ты понимаешь, что это разница колоссальная. Из-за моей, наверное, усталости, из-за того, что вчера был взрывной день в негативную сторону, сегодня был в позитивную сторону, нахлынуло. И так получилось, что я дала волю своим эмоциям. После такой позитивной ноты мне хотелось бы добавить немножечко интриги в наше шоу. Прямо сейчас у вас будет ровно полчаса времени для того, чтобы собрать все свои вещи по вашим чемоданам. Что, зачем и куда, вы узнаете на лобном месте. До скорых лет. Что? Поедем в путешествие! Кастроли! Давай, где ручка? Иди, ручка. Ручечку. Пожалуйста. Я не поверну. А я пожрать. Как пришел холостяк. Они все собираются, потом только одного. Я считаю, что дай тебя подправить. Так, сестер. Да. Супер. Доброе. Только не меняемся в комнату. Ты не с соседками. Только нет. Собирайте чемоданы. Я в шоке. Понятия не имел, что будет дальше. Были подозрения на то, что мы все уедем в какой-то дом или съемки отменяются вообще. И у каждого из нас было миллиард догадок, что может быть. Мы отправляемся просто все дружно, всем с копом в студию. Я была самая большая, но это на мне когда-нибудь взяла. Спасибо. Хорошо. Ну вот тут все. Что вы тут порезали? Да, блин, да. Короче, в общем, не знаю, что это будет. У меня вообще есть сейчас никаких идей. Одна идея для меня есть, что мы будем меняться комнатами и соседками. Но комнатами не очень бы хотелось. С соседками ничего не имею против тех девочек. Но я люблю своих соседок. Переедем в какой-то дом побольше, чтобы у каждого было свое личное пространство, чтобы что-то написать. После сегодняшних танцев просто будет о-о-о, вот так все болеет. Потом мы будем лежать и писать песни как раз с болью и эмоциональной, и физической. И надо, пожалуйста, такие вещи снимать, мой хороший. Дадут сегодня отдохнуть морально, чтобы подготовиться к завтрашнему. Тяжелому, продуктивному дню. Алекс вышел, начал говорить, какие мы хорошие, прекрасные, что он нами гордится. А потом, собирайте чемоданы. И я думаю, ладно. Но почему-то я была в настолько хорошем настроении и вайбе, что я это восприняла только в хорошем ключе. Я думаю, поедем отдыхать. В спа, наверное, поедем. В спа, держите, ребята, с барского плеча. А потом я вспомнил, типа, серьезно, типа, плавки же никто не брал. Я могу просто все расположить. Почему-то показалось, что мы вообще куда-то уедем. Не знаю, поменяем локацию какую-то. Или хотя бы на время мы куда-то уедем. Да ёбка! Я не подрасчитала! Не подрасчитала! Быстрее, быстрее! Компьютер сверху! Скорее всего, нас разделят по разным домам. То есть мы переедем в другой дом. Алкоголь от тебя ждет на танцполе. Мне надо что-то старенькое вспомнить, типа, знаешь ли ты? Ой, был доль ночных дорог шла пасеком. Не жалея ног с детства его теперь. В твоих руках не посеряй его и не сломай шагов. Давай. Вот так вот и работаем. Главное коллективная работа – поддерживать друг друга. Мне это важно. Это очень важно. Что, что? Я пристану. Опа! Что? Работать в команде. Давай, Таня. Боже. Слава богу, она тут просто. У меня было очень много вещей. У меня не застегивался чемодан. Я не поняла, как я все вместила, когда ехала сюда. Лена боится, что нас кого-то отправят домой. Но я так не думаю. Не должны такой прекрасный день испортить таким страшным действием. А я наоборот думаю, что он слишком хороший. Не, мне не кажется. Потом я подумала, может быть, нас пересели в другой дом. Потому что, насколько я знаю, на этой территории несколько домов. Может быть, Алекс решил послушать Дану и увеличить каждому личное пространство для написания песни завтра. Вот это вот может быть. Может быть. Я очень надеюсь, что нас не отправят домой. Потому что сейчас это выглядит, как будто мы все в холостяке. И я надеюсь, что меня в отдельную комнату. В отдельный дом уже. В отдельный дом. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, порталы, божевые, красивые. Я ухожу, ухожу красиво. Всем добрый вечер. Наш четвертый день подошел к концу. И как по обычаю, мы уже с вами собираемся здесь, на лобном месте. Я хочу пробежаться по всему сегодняшнему дню, чтобы обсудить все то, что у нас сегодня происходило. И предлагаю начать это с мегапозитивной ноты. Это мастер-класс Дарины Кудлаевой. Вы для меня лично сегодня были настолько крутые, что даже те участники, которые были немножечко, немножечко застенчивые, сегодня открылись на все сто. И я это видел. Ань, ты танцевала вообще такое ощущение, что никого как будто и не было. Да, вот Макс то же самое. Ну, я тебя один раз видел в клубе, там ты тоже вроде не стесняешься. Ну, то ли алкоголь, то ли внимание, не знаю. Но у меня было ощущение, что вот все ваши страхи, все ваши зажимы, все, что у вас было внутри, никакивает, абсолютно пропало. И это было настолько круто. У меня было ощущение, что вы какая-то одна танцевальная большая семья и готовитесь к какому-то несусветному батлу. Начнем мы, естественно, с человека, кто унес лавры победы Юля. Каково ощущение, что вот вчера не получилось сурвать победу, но сегодня ты стала лучшим танцором в Сия музыкальный дом? Вообще-то, на самом деле, очень четко подметил, что сегодня была такая атмосфера царила, и мы все реально были как один танцевальный коллектив, что получить лавры победы было безумно, конечно же, приятно, но это не было самым ярким, потому что сам мастер-класс и те эмоции, которые я получила при этой физической разгрузке после вчерашней эмоциональной слезной, это было просто великолепно и необходимо каждому из нас. Но мне, конечно, было безумно приятно, потому что недаром я все-таки в детстве 8 лет оттанцевала, подумала я, но это было очень давно. Ник, не было обидно, что ни ты или там ни двое, каково, что в последнее время было принято уже, не было такого? На самом деле, даже после мастер-класса я вышла и сказала, что Юля изначально была достойна этой победы. Было видно, что она танцевала реально очень круто и, наверное, ритмичней, пластичней всех, но просто я уже говорила, что для меня это была такая большая победа над собой, потому что я не то, чтобы не танцевала 8 лет, я не танцевала в принципе никогда даже в клубе и даже перед зеркалом, ну, как бы подрыгаться можно было, но назвать танцем такого не было никогда в жизни. Лена, ты в начале проекта многим сказала о том, что ты профтанцор, что ты оттанцевала очень много стилей, что ты и танцевала в клубе, и у тебя было много опыта в этой сфере. Почему победитель не ты? И почему Дарина сказала мне, что ты к ней подходила в один момент и сказала, что тебе очень сложно запомнить, тебе дается с трудом запомнить всю связку? Я просто так переживала все последние дни, что каждый день реально спала по 3-4 часа, я была просто не в состоянии это сделать. То есть это единственная причина? Ну, на самом деле, я еще одну такую вещь почувствовала на этом мастер-классе, не знаю, я вот понимаю, что у меня много опыта, но мне так захотелось, я видела столько счастья в глазах каждого, мне так захотелось, вот, чтобы победила не я, не знаю, очень странное чувство, вроде как и хочется приза, но я понимала, что это тоже явно будет приз связанный с танцами, и у всех так горели глаза, мне так хотелось, чтобы кто-то его получал. Она это сказала, чтобы, так скажем, не упасть в грязь лицом, потому что она действительно выложилась не на 100%. Мы с ней вчера разговаривали как раз на тему танцев, и она мне сказала, да, я танцую, я умею, и она показала кусочек того, из того, что она умеет, и то, что она сегодня делала на мастер-классе, ну, это была абсолютно несобранность, я считаю. И то, что она сказала, что она дала кому-то другому выиграть, ну, это даже прозвучало смешно, и мы все переглянулись, конечно, мы все дружно поверили, нет. Получается, что ты просто уступила остальным участникам в силу своего просто опыта? Ну, получается так. Ну, там, мне действительно было сложно запомнить, из-за того, что я почти не сплю, но и мне изначально, то есть в самом начале мастер-класса, я чувствовала, что я хочу, чтобы это был кто-то другой. Угу, окей, ну, я вас поздравляю, профессионал немножко отошел. Максим, я хочу тебя похвалить, потому что сегодня на мастер-классе ты действительно и хорошо двигался, и внимательно слушал, и запоминал. Мне кажется ужасно. Нет, нет, абсолютно, со стороны все выглядело прекрасно, и было видно, насколько ты вовлечен в эту ситуацию, и что на какой-то моменте показалось, что тебе даже нравилось. Может быть, ты следующий ученик Дарины Кудлаевой в ее студии? Честно говоря, мне захотелось пойти, вот, когда нам отдадут телефон, хочу попросить ему. Отлично, я тебе лично запишу его телефон и проверю, что ты дошел до ее студии. Арчи, скажи мне, пожалуйста, за что ты получил наказание в виде десяти отжиманий от Дарины на мастер-классе? Я офигел от такой нагрузки, и, ну, так получилось. Ну, вырвалось все, я здесь сижу и думаю, блин, ну, это сложно. А что вырвалось? Ну вот, ну, одно матное слово. В целом, вам понравился мастер-класс? Вот от одного до десяти? Десяти! Отлично, отлично. Хорошо, этот мастер-класс мы с вами прошли. У меня вопрос по поводу мастер-класса Даны Соколовой. Ой! Вы так много говорили это имя и фамилию, что мы, ну, просто физически не могли Дану не пригласить сюда. Мы безумно хотели и ждали вот этой вашей реакции неподдельной, когда вы услышали имя, и это было безумно приятно, что вам это понравилось, и нам это тоже понравилось. Вита, давай начнем с тебя. Какие у тебя были первые эмоции, когда ты услышала, когда я сказала Дана Соколова? Я вообще, я пешила, я не поняла, это шутка? Я, я, я просто мечтала ее видеть, я мечтала к ней прикоснуться, мне очень хотелось напитаться от нее вот этой какой-то энергией, которая идет вообще непонятно откуда, с какого-то космоса, с какой-то вселенной, совершенно другой. Я так кайфанула, по-другому не сказать. Ты вдохновилась? Очень, очень. Завтра мы ждем супер-мега-хит. Я стараться буду. Отлично. Алиса, ты тоже за последние пару дней очень часто говорила имя Даны Соколова, и я даже где-то мельком слышал, что ты говорила про то, что ты у нее что-то хочешь узнать про свою супер-любимую певицу Клаву Коку. Узнала? Нет, по поводу этого мы не поговорили. Мне не то, что хотелось у нее что-то спросить по поводу Клавы, просто я вижу человека, я осознаю то, что он с ней знаком, этот человек с ней общается, работает, и мне уже от этой мысли было очень приятно. И в целом откинем Клаву, да, она сама по себе, она очень интересный человек, единственное, на чьем мастер-классе она дала выговориться нам, и реально было такое ощущение, как будто ей действительно интересно с нами говорить, узнавать о нас что-то новое, узнавать что-то о проекте. И мы рассказывали, и реально чувствовала, что ей было интересно, и вот за счет этого был такой теплый диалог, это было очень приятно. Супер, я безумно рад это слышать. Оль, что ты подчеркнула для себя лично из мастер-класса и разговора с Даной? Для себя лично мне было просто очень важно узнать, как справиться с завтрашним днем написать песню, и я считаю, что Дана дала потрясающий совет, как вот сделать свое при наших условиях, личное пространство, как вот пишутся песни, что-то необязательно, как мы иногда думаем, придумал строчку, сидишь, рождаешь там вторую, не знаешь как, да, что можно накидывать всякие варианты и все использовать. Ну, в общем, вот прямо как-то стало все по полочкам, понятно хотя бы, что завтра делать, как. Вероника, поменялось ли у тебя какое-то видение о музыке, написании песен, или, может, ты узнала супер что-то новое после встречи с Даной? Да, однозначно да, потому что до встречи с Даной я полностью была уверена в том, что я не напишу ничего, я просто выйду с пустым лесом, так скажем. Но после мастер-класса Даны Соколовой я вынесла для себя одну из самых главных вещей, то, что нужно просто быть уверенной в себе, потому что, ну, если уверена в себе, все получится, и это действительно факт. Это приятно слышать. Прости, что я сейчас задам тебе этот вопрос, я не могу не задать этот вопрос, но после одного испытания сегодня ты убежала в слезах. Хотя только что сказала, что после встречи с Даной ты поняла, что нужно бороться до конца, да-да-да. Что повлияло на такое поведение, и в чем была причина? Ой, причина. Наверное, причина была в том, что сегодня был насыщенный день в позитивную сторону, и у меня просто такой контраст от негативного к позитивному, и я просто, ну, не поняла, как себя вести. И, возможно, у меня просто накипело, и после, тем более, после этого испытания мне реально на секунду стало страшно, что я завтра не напишу ничего. Но я опять же обдумала все, вспомнила слова Даны, и очень быстро успокоилась. Мне нужно было дать этим эмоциям вырваться, так как, к сожалению, у меня бывает. Вы большие молодцы. Мне безумно было гордо сегодня на вас смотреть, что вы без ссор, без склоков сегодня делали всю работу, и танцевали, и писали песни. Все это было настолько, настолько душевно и семейно, что, наконец-таки, весь наш музыкальный дом превратился в дом в самом настоящем смысле этого слова. Просто немножко музыкальный. Очень приятно слышать, когда Алекс нас всех похвалил, потому что мы уже с ребятами обсуждали много раз на кухне, что мы реально сблизились, мы как будто бы стали, наконец-то, единым целым. Мы, наконец-то, отпустили разговоры о друг друге или о ком-то. Сейчас я могу сказать, что этот проект сработал как исправительный лагерь для каждого из нас, потому что, если первые два дня это были просто ежики какие-то, которые были готовы своими иголками проткнуть каждого своего соперника целенаправленно, то потом, после вот этого вчера эмоционального разряда, сегодня все абсолютно изменилось. Но, как обычно, не без сюрпризов, да? Я обещаю вам точно, что больше никакие коробки, никакие конверты не будут портить вам и нам внешний вид между нами. Но есть какие-то элементы шоу, которые я не могу никаким образом контролировать, потому что есть понятие сценария и есть понятие плана, от которого отходить мы не можем. И, несмотря на то, что сегодняшний день был настолько любвеобилен, я в вас в каждого еще раз сегодня влюбился, я не могу никак повлиять на следующее и происходящее. Вы сегодня, вы сегодня на кухне пели песню очень душевную, и в этот момент у меня прям оборвалось все. Вы пели песню «Я ухожу, ухожу красиво». И, простите, пожалуйста, но вынесите сейчас бумагу и маркеры. Серьезно, что ли? Каждому по листочку, каждому по маркеру. Нет, просто церковь. Серьезно? Серьезно? У нас не останутся? Все, если не думают. Погнал. Слушайте. Прямо сейчас по правилам первоначального шоу вы должны написать имя человека, который сегодня покинет музыкальный дом. Мне было очень обидно, и вообще я не хотела писать никакое имя, потому что мы за это время очень сильно все сдружились, и мне было очень тяжело. Меня тошнит уже этих, блин, странных листов, честно говоря, потому что, ну, мы, во-первых, мы сначала, когда Алекс начал так вот всех подводить к тому, что мне так понравилась ваша песня «Ухожу красиво», мы не поняли. То ли, то ли Алекс куда-то намылился, собственно говоря, то ли, собственно говоря, что? И ваш сбор чемоданов был исключительно для того, чтобы кто-то один из вас сегодня вот уехал. В шаге от написания песни, все, что я сегодня попросил, хотя бы одно, песня у человека остается, мы ее запишем, на этом все. Но я не испугалась. Мне не было страшно, у меня абсолютно не было ощущения, что сегодня уйду я. Вы должны написать имя человека, поднять свою карточку и объяснить, почему. У вас есть ровно 10 секунд. Мы начнем показывать свои карточки и говорить, кто и почему с Олей. Так все снимаю. Мы поменяемся немножко. Шок, конечно. Я последняя уверена, что у нас все останутся. Я никак не ожидала такого поворота, что все-таки будет голосование, что кому-то надо будет уйти. Но я написала Лене. Выбор нужно сделать. Лена сказала сегодня, что она хочет домой. И про это напиши. Наши посиделки за столом, они были такими душевными, теплыми, веселыми. Мы постоянно прикалывались, что-то происходило у нас. И чтобы кто-то ушел, это какой-то отпечаток бы оставило. Анна Николь. Есть причина почему? Еще ее нет. Юля. Вообще безумно не хочется всего это делать. Потому что... Просто потому что. Но это Лена. Ко мне подошла Лена, грустная, и говорит, мне кажется, сегодня кто-то уйдет. И я такая, ты чего? Какой идет предпоследний день? Зачем? И я вообще до последнего не могла представить, что все может обернуться так, как нам показалось изначально. Потому что ей тяжело. Она это сама не раз говорила. И пускай хоть так мы облегчим ей эту задачу. Песня у нее остается. Аня? Мне было очень сложно написать это, но... Я просто проголосовала за нее, потому что я всячески пыталась ее поддержать. Но она меня убедила в том, что она устала, и ей нужно отдохнуть от всего и поехать домой. После сегодняшнего разговора я написала Лену. Она просто... Я пыталась как-то ее переубедить, но она настолько неуверенна в себе, что и хочет домой, что мне кажется, это хороший знак. Ираник. Тоже, Лена. Я объясню, почему. Потому что она на протяжении уже трех дней говорит, насколько ей тяжело. Я просто вижу, что ей действительно тяжело. Она сейчас сказала, что она спит по два, по три часа. И я думаю, после шоу ей будет о чем подумать. Против Лены, ну, это было ожидаемо с моей стороны, потому что... Против кого еще? Ну, Лена, она уже четвертый день показывает себя в таком свете, что, ну, не было других вариантов, за кого голосовать. Если песня остается, то зачем мучить человека до последнего дня? Арчу. Давай я угадаю. Лена. У меня было ощущение того, что меня, в принципе, тоже могут кикнуть. И я такой думал, типа, мама, папа, я еду домой. Это очень было сложно, так как за последние, в принципе, несколько дней мы все равно все очень сильно сблизились. Но, допустим, я не знаю, я не слышал разговоры о том, что Лена хочет домой, Лене сложно. Как бы, да, это видно, но, допустим, я просто сегодня не услышал ничего, что вложила Лена в песню «Командная работа». Я могу угадать, она Николь? Лена действительно единственная из всех участников, которая ни разу не выложилась на максимум. Мы все в этом проекте выкладывались на все 100%. Кто-то в одном задании, кто-то в другом, кто-то во всех. Лена ни в одном задании не ударила себя в грудь и сказала «Я выложилась на все 100%». Но я хочу объяснить, что это не из-за наших каких-то действительно конфликтов. Я говорила, что я простила Лену, я не держу на нее зла, но я подписываюсь под каждым словом предыдущих участников. Я не раз слышала, что Лене сложно, и как она вчера говорила, что ей плохо, и что она как будто не в своей тарелке. И как будто это видят все, а не только я. Поэтому, Лен, прости, но просто как есть. Вита, я так понял, что ты изменила свое решение. Я сейчас объясню, почему. Давай начнем сначала с того, кого ты написала. Я сначала написала Максим, но потом я просто вспомнила, как он сегодня вообще себя проявил, как он многое для себя, лично для себя сейчас вообще в этот день, скажем так, сделал, как у него горели вот эти вот глаза, и как он впитывал просто вот всю-всю информацию, как ему было хорошо, и как он преодолел свои какие-то внутренние страхи. Я изменила свое решение на Лену, потому что, да, я тоже слышала, что Лене тяжело, она не спит. Все были разбиты, мы почувствовали себя опять, ну, скажем так, нехорошими людьми. Как бы я подписываюсь под всеми словами участников. Алиса, я думаю, что ты можешь даже не поднимать. Он в любом случае ничего не сделает. После того, как я выиграла, она ко мне подошла и реально искренне взяла мне за руку, говорит, Алис, ты молодец, у тебя офигенно. Она мне вот во время того, как мы там работали, она мне делала комплименты, говорит, восхищалась тем, господи, как ты быстро пишешь, это правда, типа, восхитительно. То есть я бы могла придумать за это время одну строчку, у тебя уже там целый куплет готов, типа, это просто вау, и я видела искренно в своих глазах, и мне было безумно больно принимать это решение, но тем не менее, ну, это ничего личного, это просто шоу. Правда ли то, что ты действительно хотела уйти? Я думаю, что вчера вообще у каждого человека возникали мысли уйти, потому что это был слишком тяжелый день. Я не думаю, что был кто-то, у кого не возникли эти мысли. Возникали ли эти мысли у тебя сегодня на протяжении дня и испытаний? Когда я узнала, что у нас будет голосование, я сразу поняла, что все будут голосовать против меня. Слишком много вещей произошло за эти дни, из-за чего стоило бы недолюбливать именно меня. Был один момент сегодня, когда я подумала, если бы предложили бы альтернативу какую-то сегодня, взяла ли бы я ее? Я подумала, что да, я бы ее взяла, потому что, на самом деле, не знаю, в течение сегодняшнего дня я поняла, что на этом проекте есть несколько людей. Держись. Нет. Хватит. Как у тебя эти слезы? Там еще есть, я не понимаю. В общем, несколько людей, чьи помедляют делку больше, чем свою. Кто эти люди? Мне бы хотелось, чтобы победила Юля, потому что я слышала, как много раз она пыталась в каких-то конкурсах шоу занять хоть что-то, победить. И я слышала, как много лет она старается. И я хотела бы, чтобы у нее это наконец-то получилось. И второй человек, это Аня, именно потому что я не знаю, я реально не видела настолько чистых и хороших людей. Я вообще не хочу расставаться с этими людьми. И, конечно, я не хочу его покидать. Но тебе не хочется расставаться с этими людьми даже после того, как почти единогласно проголосовали против тебя? Я знаю, что многие из них просто знают, что мне действительно, особенно вчерашний день, он был невероятно тяжелым. И они просто хотят, чтобы я не страдала. Песня у тебя в любом случае остается. И со своей стороны я могу тебе сказать только одно, что я с удовольствием с тобой ее лично заделаю, чтобы она действительно была крутая. Мы с тобой ее запишем в студии. И все будет так, только без главной победы или гонки за эту победу. Боже, ну день был такой прекрасный, ну зачем его портить вот этим вот... Нехорошей этой ситуацией. Я думаю, мне не понадобится. Ну что правило, я каждому из вас желаю максимально хорошо выложиться завтра и, конечно же, победу. Спасибо большое. Ну, как ты? Ну, я не урала. Я действительно буду смотреть и болеть за тех, за кого я болею сейчас. Ну, а внутри что? Именно это? Именно это? Да. Нету горечи и обиды? Нет. Ни на кого не убежишь? Ни на кого-то. Спасибо большое. Мне было неприятно, что я же тоже была в числе тех людей, которые написали ее имя на листочке. Я видела ее слезы, я понимала, что действительно человек уходит. Но я успокаивала себя тем, что в конце концов у нее все равно будет песня и, возможно, если она реально этого захочет, она может выстрелить еще круче нас всех. Мы были просто опущены все в воду, мне кажется. Была такая, как это, и немая тишина, и непонятно, никто не ожидал такого поворота от проекта. Откройте, пожалуйста, ворот. Лен, ты определенно напишешь следующую песню. Ой, спасибо. Хорошие слова. Я не слушательный. Давайте общий хакс. Мне было очень грустно за Лену. Ну, это, наверное, логично. Мы четыре дня провели вместе. И вот пока мы выходили, я сказала такую фразу, что мы как будто бы один большой кусочек и от нас отрывают наш маленький кусочек. Ну что, вот так на такой печальной ноте заканчивается четвертый день реалити-шоу «Музыкальный дом». Моя большая просьба к вам. Идите к своей цели до конца, верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Это был реалити-шоу «Музыкальный дом». Меня зовут Алекс Силверс. До скорой встречи ровно через неделю. Пока. Сегодня всей командой пели на кухне песню «Я ухожу красиво» с намеком на то, что завтра нам всем уходить. И сегодня ушла Лена. Еду домой, и я представляю, как я приду и обниму моих котов, и как мы будем вместе тискаться, как они к ней придут, будут мурчать. И мне было так грустно в этот момент, что я уже, что я потеряла вот этот дополнительный день, который я могла провести с этими людьми. Я запомню все, что здесь происходило, и приму это как большой жизненный урок, потому что, мне кажется, этот проект поменял многих. Редактор субтитров А.Семкин